значит приехала у меня вот такая приблуда потом еще покрупнее немножко я покажу в общем это ппт контроллер для солнечных батарей значит он у меня уже 2 вот этот понравился больше это именно автоматически то сейчас проведем небольшие опыты посмотрим реальную его работу работать не работать что делает еще у меня был вот такой вот значит вот он это более распространенный он везде есть но увы уже опыты по нему я не покажу потому как я его запалил судя по светодиодам и начинкам одна и та же сборка здесь радиатор вообще минимальный честно говоря и сильно грелся и в нем если честно есть косяк увы не смог до конца разобраться подпалил я его трошки косяк в том что при переходе где-то с 19 вольт и с 19 до 17 вольт были скачки по току и что-то типа обрыва не знаю вот этот типа считается ручной этот автоматически этот ручной ну этот уже не покажу он честно говоря и косячно не советую не знаю можете конечно попробовать но вот этот точно работает и не косячит на чё есть это у меня грубо говоря блок питания стабилизирован вот его можно как бы даже не рассматривать его даже наверное уберу чтобы не мельтешил вот у нас грубо говоря есть оба вот так чик питание приходит здесь выход на зарядку батареи что значит сейчас делаем включаем его и начну нагрузку посадим лампочку лампочка 24 вольтовая вот на это как бы не суть важно значит запускаю блок питания свой так заморгала лампочка у нас светодиод точнее суть в чем его вообще настройки значит вот он моргает сложного ничего нет вот это правый правый резистор переменные он есть мппт то есть закручиваем его до конца загорелась красная вот она горит значит потом выставляем напряжение выходное которое нам надо ну соответственно какой у вас аккумулятор сколько требуется зарядка если у вас там 12 вольтовый аккумулятор вот этот резистор нижний надо выкрутить там ну на 13 с половиной там 13 7 кто как делает у меня еще и 6 вольтовый аккумулятор этом выставляю 7 и 3 на зарядку значит суть в чем выставляем напряжение этим нижним резистором сейчас подключу прибор 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 подключаемся вот как видите он сейчас не работает значит берем тот резистор который мппт отвечает и немножко начинаем отворачивать чтобы он не горел а моргал то есть запустить его выкручиваем выкручиваем начал моргать сразу пошло напряжение то есть надо просто словить момент напряжение и максимально чтобы скажем так мппт срабатывал смотрите сейчас я опять заворачиваю попытение работает полностью все ложится короче грубо говоря выкручиваем смотрим пошло моргать все пошел пошел вольтаж теперь нижним резистором выставляем напряжу которая нам надо у меня там можно 6 вольт поставим ну как бы не суть важно то есть вот она регулируется ставим например ну для аккумулятора там 13 с копейками лучше ставить но у меня просто нагрузкой будет лампочка ну давайте там 13 накрутим на нее 13 и 6 5 13 6 напряжение обязательно смотрим чтобы она еще моргала потому что бывает при перестройке вольтажа мппт значит режим соскакивает тогда надо мппт резистор немножко еще чуть подкрутить вот на данный момент он и моргает и пошла напряжу х 13 с половиной 36 вольт теперь что делаем значит прибор в сторону бомблю сюда нагрузку на выход ну и соответственно будем замерять ток на выходе и на входе так вот у нас лампочка просто она у меня с кнопочкой включение то есть можно включать выключать нагрузку включаем нагрузку крокодильчиками есть здесь тоже делаем есть так так чтобы нагляднее было сделаю вот подключена у нас лампочка включаем лампочку смотрит что происходит лампочка загорелась теперь горит красным пошла на грузон он уже не моргает теперь берем значит токовые клещи конечно немножко они для этого не сильно подходят потому что у них нижних пределах не точные измерения но суть саму намного быстрее можно показать чем подключая прибор туда-сюда значит эти клещи у меня постоянку меряют поэтому вопросов никаких нет сбрасываем по нулям так сейчас еще сделаем точку смещу смотрим по нулям берем провод на входе зажимаем смотрим 0 3 ампера то есть на входе у нас 0 3 ампера смотрим теперь на выходе я нибудь тут на лампочке сейчас подконнектимся на выходе смотрим и имеем 0 7 ампера то есть как бы наглядно проведем более точные измерения сместил я точку вообще до десятых значит на входе что у нас показывает на входе у нас потребление пол ампера так сброс на выходе у нас потребление 0 7 ампера так значит теперь я выставил на входе точнее на выходе выставил меньше напряжения чтобы показать что значит ппт начинает еще больше давать тока значит меряем напряжение на входе у нас кстати все тоже 21 вольт ну там чуть меньше значит на выходе я выставил 10 вольт так на входе чисто для так сказать чтобы не обманывать мере этим же прибором на входе порядка 21 вольт и должно быть ну как якобы на солнечной панели 36 элементов вот смотрим 21 вольт то мы получили значит подключаем нагрузку виде лампочки еще раз пошла берем клещи меряем вход 0 4 ампера меряем на нагрузки сейчас еще раз обнулим по нулям оба 06 те же самые яйца только сбоку в общем у этого всего тела грубо говоря есть предел процентов 20 там от 15 до 30 процентов они там заявляют но реально там от настроек бывает и в два раза но зачастую реально процентов 20 только добавляет на мощность ну как бы сейчас я еще подробно отдельно руках покручу покажу как он выглядит значит как выглядит вот он я так понимаю аля простая катушка кстати вот такая в магнитном сердечнике тоже ну и самое главное радиатор здесь как бы гораздо по массивней то есть чем сравнить есть маленький радиатор и такое же посерьезней ну как бы надо ли это мппт еще пока не решился может все-таки проще панели добавить потому что стоит как бы недорого все ссылки под видео я скину и этого агрегата и вот этого ну не забывайте лайки ставить подписывайтесь кому интересно тоже все до свидания